Золотая молодежь резвится и попадает в самые громкие новости недели. Накануне сын бывшего министра спорта Иванюженкова, ныне депутата от КПРФ, 22-летний Антон, на внедорожнике въехал в автобусную остановку. Двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Судя по всему, пытался на БМВ обогнать Шкоду. Не справился с управлением. Причем, выйдя из машины, практически первое, что он сделал, начал снимать с нее номера, пока прохожие оказывали сбитым им людям помощь. Похоже, ДТП этой ночью в Чебоксарах. Иномарка вышла на встречку и врезалась в ладу. Очевидцы утверждают, что за рулем был сын главы администрации города Алексея Ладыкова, 17-летний Антон. Дудь в трубку отказался, возвращался из клуба с подъехавшими полицейскими, рассказывают очевидцы, затеял перепалку и потасовку. То есть, скорее всего, утверждать без официальных данных сложно, а полиция Чебоксар молчит. Это лишь показания свидетелей. Бесправ, несовершеннолетний, нетрезв и сопротивлялся полиции. Несколькими днями раньше скандал еще громче. с сыном старшего вице-президента Лукоила. Ты что, братан, б***ь, что это за машина? Часово просто. Выцелительный Руслан Шемсуаров со товарищей резвился на московских улицах, на внедорожнике ориентировочной стоимостью в 11 миллионов рублей. То, что они творили, назвать опасной ездой язык не поворачивается. Это за грани. Борз-русский набухался в хлам. На кого дойдет? Вот. Он просто в щи. Мы сейчас едем. Он прям на хвосте сидит. Б***ь, б***ь. Вы посмотрите, сколько они с 6 утра до 11 по улицам города Москвы беспределом занимались. Нарушая общественную безопасность, подвергая риску граждан, москвичей. Это что такое вообще? Езжай, езжай, езжай. Быстрее, быстрее. Приезжай, мир. Пошел. Пожалуйста. Когда за ними погналась полиция, компания явно почувствовала себя героями боевика, как минимум форсажа. Бордюры, красные светофоры, встречка собрали все. Причем лихо транслировали происходящее в интернет. Наверное, думали, их не догонят. Догнали, задержали. Но только часов через 6. Вот они депосы, вот они депосы. Ну как скажут, что все норм? Все, все не очень хорошо. Там еще машины депосы. П***ь, п***ь, депосы. Ветолета не было и танков. И тут гонщикам снова что-то показалось. Типа, наличка есть, проблем не будет. Будут. Такой волны давно не поднималось в интернете, а потом в правоохранительных органах. Это техчайшее административное правонарушение, которое может быть связано с невыполнением конкретных пунктов ПДД, повлекших за собой, возможно, законные обоснованные требования сотрудника полиции остановиться и предъявить документы к досмотру. Подобная агрессивная езда и манера вождения автомобилей, создающих опасные условия вождения на дороге, провоцирует ДТП, что является случаем нередким, а со смертельным исходом дорожно-транспортных происшествий. Вот мирные и милые заявления, явно подсказанные адвокатами. Мне крайне неприятно, что я стал участником такой истории. Единственное объяснение нашему поведению – приподнятое настроение после посещения клуба, что нисколько нас не оправдывает. Мы вели себя недостойно, поэтому хочу публично принести свои искренние извинения за себя и своих друзей, сотрудникам ГИБДД, всем участникам дорожного движения, москвичам и, конечно, моей семье. Я понимаю недопустимость такого поведения для взрослого человека и сделаю все возможное, чтобы подобного больше не случалось. Результат пока простой. Для начала 15 суток ареста для Шамсуарова за непоминовение полиции. Еще двум пассажирам прописан административный арест, а водителю, 22-летнему безработному, который сел за руль вместо нетрезвого Шамсуарова, тоже дали 15 суток и 200 часов общественных работ и лишили прав. Уголовное дело сейчас возбуждено по факту хулиганства Шамсуаров, пока проходит свидетелем. Красный всегда покончить с этим беспределом со стороны этой золотой молодежи, которая плевать хотела на население, на москвичей и так далее, и на безопасность. Они думают, что можно за деньги купить все. И все. Но ошибаются. Ошибаются или нет, вопрос эмоциональный. Поймут или нет тоже. Но стоит вспомнить прошлогоднюю историю, которую тоже пытались замять родители. Бриллиантовый мальчик Томас Левиев на Феррари. Авария на скорости 200 км в час. Родители всеми силами его покрывали, а потом вывезли в Израиль. Какие выводы он в итоге сделал, вот в этом и вопрос.